Добрый день. Конец октября и ноябрь был достаточно спокойным. Нельзя сказать, что сенсации в палеонтологическом мире встряхнули нас. Нет, выходили статьи, выходили результаты очень хороших научных исследований, но палеонтологический мир не перевернулся. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Что же было все-таки интересного? Начнем, наверное, с морских рептилий. Почему-то, когда спрашиваешь про морских рептилий людей, которые далеки от палеонтологии, либо немножко ее касаются, они обычно вспоминают, ну, были такие ихтиозавры, были плезиозавры, кто же там еще был, ну, мозазавры. На этом все. Возникает вопрос, а как же черепахи? Ведь в меловом периоде были морские черепахи, не просто морские, встречались гиганты. Вспомним Архелона, гигантская черепаха, по 4 метра. Уникальная штука. Архелон был, ну, достаточно одедокой гигантской морской черепахой мелового периода. И буквально недавно вышла статья про новую гигантскую морскую черепаху. Из Испании, Пиренеи, поздний мел, все как водится, обитатель европейского архипелага. То есть эта гигантская черепаха плавала между европейскими островами. Назвали черепаху, внимание, очень уникально, левиафана Хелес. В честь левиафана. Тут надо из Вягинцева вот это. Вот. Дежурная фраза, но это вставлять не надо. Вот. Что же интересного нашли от этого левиафана Хелеса? Нашли не так много элемента панциря, таз. И именно строение таза позволило оценить размеры, в первую очередь. Именно эта находка. Под 4 метра. Архелона и левиафана Хелес были примерно одинакового размера. Так что встречаем новую гигантскую черепаху. Представители группы Хелони Вейдей. Это морские черепахи, которые живут и сейчас. Конечно, сейчас таких гигантов нет, но в конце мелового периода гиганты были. Левиафана Хелес. Здоровая штука. Если мы продолжаем обсуждать морских рептилий, то откатываемся из мелового периода в триаз. И кого же мы там видим? Мы там видим ихтиозавра в широком понимании. Ихтиозавриформ. Есть такая группа интересная. Ихтиозавриформ, которая называется амфалозавры. Семейство амфалозавриды. И она интересна тем, что у нее специфические зубы давящего типа. И ученые, которые их изучали, считали, что они, естественно, были дурафагами. Питались беспозвоночными с твердыми раковинами. В частности, о моноидеями. И были они такими аналогами морских черепах. Но мы помним, что морские черепахи гигантские это мел, а здесь все-таки триаз. Статья в журнале Communications Biology. Китайский коллектив. Что интересно? Интересно то, что... Да, новые данные по амфалозавридам. Но чем больше находок, тем больше понимания... Чем больше находок, тем больше понимания таксономического состава этой группы. Что было сделано? Кроме описания нового материала, в синонимы свели группу под названием НАЗО РОСТРА и, собственно, альфалозаврид. Это значит, что ученые разобрались, поняли, что разные группы, а на самом деле, не разные. И что мы можем ожидать следующим ходом? Наверное, если в этой статье анализируются родственные взаимоотношения крупной группы на уровне семейства или даже выше, то потом, наверное, будет ревизия на уровне родов. Так что многие примитивные ихтиозавреформы, они станут синонимами в будущем. Тем не менее, каждая статья по триазовым ихтиозаврам, она безумно интересна. На этом все с морскими рептилиями и, наверное, мы перейдем к очень интересной теме. И целая такая череда публикаций, связанная с архозаврами или архозавреформами, то есть немножко шире. Статья, которая была написана большим количеством авторов, посвящена бедренным костям архозавров. Даже не целиком бедренным костям, а отдельной части бедренной кости, а именно головки. Если мы посмотрим на вот эту вот бедренную кость, это птица, крупная птица, не летающая, мы увидим, что верхняя часть, она называется проксимальной, имеет такое расширение. Это сустав с тазовым поясом, поясом задних конечностей. Мы видим, что вот эта часть, она называется головка, бедра, находится под таким вот углом почти 90 градусов к длинной оси кости. Именно за счет наличия такой головки архозавры современные, птицы, имеют парасагитальную постановку конечностей. То есть, конечности находятся под телом. Независимо, такая постановка конечностей возникла в синапсидной линии. У нас с вами тоже парасагитальная постановка конечностей, и у нас тоже есть головка бедра. В чем нестыковка, в чем вопрос большой? А как она образовалась? Есть две гипотезы. Первая гипотеза, что сначала вот этого выступа нависающего не было, и какая-то часть вот этого края бедренной кости, она просто скрутилась и заняла вот такое вот почти перпендикулярное положение. Это торсионная гипотеза. Вторая идея, что это, ну по сути дела, новообразование, и у архозавров начала просто бедренная кость в этом направлении разрастаться. А этот край, в общем-то, он был не задействован. Вроде бы палеонтологические данные свидетельствуют о том, что это все-таки сдвиг, да, это торсионная гипотеза, а по эмбриологическим вроде бы это новообразование и просто вот убыстренный рост этой части бедренной кости. Что предложили авторы, когда они проанализировали большой массив данных по палеонтологии, по эмбриологии? Похоже, чтобы сценарий был сложным. Эволюционный сценарий был сложным. Вначале действительно был разворот части кости, а потом уже морфологическая перестройка и просто стала разрастаться вот эта часть кости в эмбриогенезе. Получается, эти две гипотезы, они не противоречат друг другу, а просто последовательно реализовывались. Ну, эта статья, конечно, интересна и тем, кто занимается современными архозаврами, птицами, крокодилами. Очень интересна тем, кто занимается ископаемыми архозаврами, постановкой конечностей архозавров. И, собственно говоря, думайте, почему архозавры достигли такого рассвета? Почему архозавры достигли такого рассвета? Ну, в том числе и благодаря постановке конечностей. Вроде бы маленькая деталь, но она изменила всю эволюционную историю этой группы. Так что очень важная статья, важна для понимания эволюции архозавров в целом. Очень хорошо ложится в смысловой ряд. Другая статья. Мюллер с соавторами. Journal of Systematic Paleontology. Описание нового рода. Протера хамсит. Это архозавреформы, но еще не архозавры. По сути дела, группа очень близкая к архозаврам. Напоминаю, архозавры это кроновая группа. Это современные птицы, современные крокодилы и ближайший общий предок. То есть, новая находка из позднего триаса Бразилии, новый протера хамсит, он примитивнее. Что интересно, там нашли в первую очередь заднюю конечность и бедренную кость в том числе. Оказалось, что по своему строению вот этот архозавреформ, близкий к архозаврам, он близок очень к представителям кроновой группы. По сути дела, нога у него уже практически архозаврового типа. То есть, локомоция и постановка конечностей, которая характерна для архозавров, могла возникнуть еще до появления архозавров в целом. Примитивные архозавреформы уже начали приобретать постановку конечностей, характерную для архозавров, детали строения задних конечностей, как у архозавров, но и потом уже появились, собственно, архозавры. Так что тоже статья ложится хорошо в этот ряд. Постановка конечностей архозавров, эволюция архозавров. Ну и закончим мы, наверное, вот это архозавровое безумие статьей, которая очень небольшая, но очень-очень важная. Это статья Матео Фабри с коллегами, опубликованная в журнале Палеонтологи и посвящена она эндокасту эопаркерии. Эопаркерия это опять же архозавреформ, близкий, достаточно близкий к архозаврам, но еще не архозаврам. Эндокасты это полости внутри черепа. Таким образом, эта статья посвящена реконструкции полостей внутри черепа и, соответственно, какие полости можно реконструировать. Полость, где был головной мозг и полость, где были органы чувств. Например, внутреннее ухо. Так что изучение эндокастов это важное направление исследований, которое реализуется в том числе и на нашей кафедре. Всегда, когда вы изучаете какую-то группу, нужно представлять себе, какой признак является примитивным, а какой продвинутым. Другими словами, вам нужно представлять исходное примитивное предковое состояние. И тут возникает вопрос, а как были устроены, например, мозги у предков архозавров? По сути дела, у предков динозавров, крокодилов. Тут наблюдался серьезный пробел. Отдельные публикации были, но для такого таксона, как и у паркерия, важного для понимания эволюции архозавров и появления архозавров. Данных было недостаточно. Применение компьютерной томографии, реконструкция эндокастов в черепе и у паркерии выявила очень интересные особенности. Главной мозг был сигмоидально изогнут, были достаточно большие полушария, был достаточно удлиненный так называемый флокулус мозжечка, то есть особое строение мозжечка. Даже если вы не запомните эти детали. Теперь есть возможность сравнивать. Эопаркерия явно имеет примитивное для архозавров, я бы сказал даже для архозавриформ, строение головного мозга. Мы знаем, как устроен мозг у эопаркерии. Следующим вопросом было, а как же устроен мозг у архозавриформ, которые вели водный образ жизни, например, у фитозавров? Да, примерно так же. Получается, что у фитозавров и у эопаркерии мозг был устроен сходным образом. А что у крокодилов? Даже у современных крокодилов мозг устроен тоже похожим образом. Получается, что мы получили данные о примитивном строении, эндокастов, о примитивном строении общим головного мозга. И теперь можем проследить, а что менялось? Да, в линии, приведшей к появлению динозавров, мозг изменился. У крокодилов осталось в целом примитивное состояние. У нас теперь есть отправная точка для сравнения. Спасибо, эопаркерия, спасибо тебе. Продолжаем архозавровую тему. Два новых динозавра. Когда мне попадаются статьи с описаниями новых видов или родов динозавров, мне всегда хочется задать один вопрос. И что? Вот описали нового динозавра, а дальше-то что? Ведь в палеонтологии важно не просто дать имя новому материалу, а понять, что же он дает для глобального понимания эволюции, для понимания эволюции конкретной группы. Если это новый динозавр, вот вопрос, и что же он дает для понимания эволюции динозавров? Давайте, тем не менее, встретим двух динозавров и попробуем ответить на этот вопрос, и что? Итак, первый динозавр, даурлонг, новый род. Это дромиозаврит. Его описание опубликовано в журнале Scientific Reports, коллектив авторов. Теперь попробуем ответить на вопросы, что? Что же интересного? Кроме того, что это новый дромиозаврит. Раннемеловой возраст. Ну, мало ли дромиозаврит раннемелового возраста. Интересна его сохранность. Целый скелет оперения. Элементы оперения уже важны для понимания, по крайней мере, морфологии продвинутых терапод, для понимания морфологии авиалий. Но самое интересное то, что у него сохранилось, по крайней мере, преобразованное, но тем не менее, содержимое кишечника. Есть абрис, есть силуэт кишки, по крайней мере, задней части. До этого уже находили мелких терапод с отпечатками кишечника. Авторы сравнили с предыдущими находками, и оказалось, что у хищных терапод в целом кишечник был устроен сходным образом. Он был достаточно простой, и, собственно, вот эта находка нам дает информацию о строении мягких тканей. Возникает еще один вопрос при прочтении, на который авторы дают ответ. А почему не сохраняются, например, отпечатки желудка? Вот только кишечник, задняя часть. Они дают следующий ответ. Вспомните, в желудке кислота. Соответственно, после захоронения желудок распадается, кислота не дает нормально захорониться вот этому органу. То есть отпечатки желудка пока не найдены. Но отпечатки задней части кишечника обнаружены. Так что это не просто новый драмеозаврит, это динозавр с отпечатками пищеварительной системы. Это важно. Второй новый динозавр. Это не новый род, это новый вид очень известного тиранозаврида, досплетозавра. Назвали его досплетозавр в Вильсоне. И возникает наш любимый вопрос. И что? Авторы пытаются дать на него ответ. Все дело в том, что для этого динозавра известно уже несколько видов. Они отличаются по своему временному распространению. Кто-то более древний, кто-то в средней части, кто-то помоложе. И авторы делают вывод о том, что эволюция видов этого рода шла не путем кладогенеза. Не разделение на два вида. Был предков вид, потом хоп, и два новых вида. А путем постепенного изменения одного вида и эволюционной трансформации одного вида в другой. Такой эволюционный путь носит название анагенеза. Анагенетическая модель. Давайте отвлечемся от архозавров, от диапсид, различных морских и неморских. Хочется амфибий. И действительно, амфибии есть. Две замечательных статьи. Одна статья посвящена расчетам масс древних темноспондил. Темноспондилы – это группа тетропод, которая появилась достаточно рано в карбоне, эволюционировала, дала колоссальное разнообразие форм в пермском периоде и потом в триасовом периоде. Современные амфибии, они же лица амфибия, по многим исследованиям являются потомками темноспондил. Но тем не менее, классический темноспондил выглядел немножко крокодилообразно. Он больше походил действительно на какого-нибудь крокодила или аллигатора, нежели на современную лягушку. Черепа у них тоже были специфические, напоминающие крокодилий. Задача, которая стояла перед исследователями. Они взяли двух представителей темноспондил, одного более примитивного эреопса, второго темноспондила продвинутого парацикла тазавра и попытались рассчитать массу. Как это сделать? Ну, первое, что сейчас делают, это получают модель скелета. Дальше, когда у вас уже получена модель скелета, соответственно, эти два темноспондила известны по целому скелету. Для темноспондила, который известен по фрагментарному скелету, никто не будет реконструировать массу. Слишком велика вероятность ошибки. Соответственно, взяли хорошо известных темноспондил и сделали трехмерную реконструкцию их скелета. Ну, хорошо, скелет есть. А как считать массу? Нужно сделать объем, который будет соответствовать тем, объему тела. Ну, и тут нужно всякие модели применить. И модели были применены разные. Для того, чтобы применить разные модели, нужно было их опробовать. Опробовали их в том числе на современных аналогах. Взяли саламандр и взяли крокодилов. Начали считать, а вот как работает такая модель сначала на саламандре, потом на крокодиле, какие модели дают какие ошибки, и потом уже попробовали их все применить к темноспондилу. В итоге получили большой разброс, но тем не менее. Это первое исследование, которое дает некий размах возможной массы у двух представителей темноспондилов. Получили для парациклотозавра... Ой, я не буду называть цифры, это жуть. Размах большой. Все потому, что применены разные методы. Для Ириопса получили массу тела между 102 килограммами и 222 килограммами. Мы видим, это 120 килограмм размах, но это вот как раз ошибка метода. Что важно? Что еще важно в этой статье? Авторы применяют не один какой-то метод расчета массы, а разное. И показывают, что для ископаемых форм зачастую надо применять не один метод. Да, если вы применяли один метод, будет одна цифра, но она может не соответствовать действительности. Лучше применить разные работающие методы и привести некий интервал. Я думаю, что эта статья будет интересна не только тем, кто изучает или интересуется древними амфибиями, темноспондилами. Она будет интересна, кто вообще хочет что-то узнать, как палеонтологи реконструируют массу, какими методами. Здесь все прекрасно написано, очень рекомендую, очень хорошие смешные картинки. Продолжаем амфибийную тему, исследование, которое было опубликовано в журнале Nature Communications, посвящено эволюции жизненных циклов современных амфибий. Исследование потрясающее. Я его перечитывал несколько раз, и настолько глубокие выводы. Я просто немножко удивлял, что оно было опубликовано не в основном журнале Nature, а в его дочернем журнале Nature Communications. В чем смысл? Если мы вспомним прожизненные циклы, про стратегии размножения современных амфибий, мы увидим, что они различны. Но все мы интуитивно понимаем, что изначальный жизненный цикл амфибии следующий. Откладывается икринка в воду, яйцо в воду. Выклевывается личинка, личинка живет, личинка проходит метаморфоз, ну и потом уже наземная стадия. Бифазный жизненный цикл. Он действительно примитивен изначально. И ученые, которые написали эту статью, а это доказали. Тем не менее, что же они сделали? Они взяли и проанализировали распределение различных стратегий размножения, различных жизненных циклов у всех современных амфибий. Выборка колоссальная. Понятное дело, что они не включили туда все виды, но там сотни, тысячи видов. И получили совершенно удивительные результаты. Но, во-первых, применяя различные математические модели, математические подходы, они доказали, что да, действительно, действительно, для всех современных амфибий изначальным примитивным жизненным циклом было водное яйцо, водная икринка, водная личинка, наземная стадия. Бифазный цикл был изначальным. А дальше пошли интересные вещи. В чем заключается интересные вещи? Оказалось, что для трех групп современных амфибий характерны несколько разные эволюционные тенденции, которые были реализованы. Например, живорождение у червяк. Педоморфоз, по сути дела, приобретение неотении, размножение на стадии личинки, утрата взрослой стадии у саламанда. А для бескостных амфибий, лягушек, характерно, для меня это даже было некоторым откровением, откладка икринки на сушу, при этом появляется личинка, которая оказывается в воде, личинка водная. Ну а дальше уже происходит метаморфоз и вроде бы нормальный бифазный цикл. Мы видим, что у каждой группы современных амфибий разные в итоге предпочтения. Дальше авторы попытались понять, а какие вот эти стратегии в эволюции той или иной группы увеличивали разнообразие. То есть, благодаря каким стратегиям появлялось больше видов. И оказалось, что это не очень работает для больших, если брать всех лягушек. Червяк вообще ничего особо не отражается в плане увеличения количества видов. Может быть, это связано, по крайней мере, с некоторым роющим образом жизни. Многие группы там авторы отмечают, что когда формы роющие, много видов не получается, не образуется. То же самое, согласно этому исследованию, по крайней мере, там упоминается, характерно для роющих чешуйчата. Но у одной большой группы саламандр в связи с приобретением прямого развития, а прямое развитие, это значит, личинка отсутствует, есть икринка, из нее уже вылупляется маленькая копия взрослого животного. Вот у одной группы саламандр, плетодонтиды или безлегочные саламандры, после приобретения этой стратегии размножения появилось огромное количество видов. То есть, вот эта стратегия сыграла в пользу повышения разнообразия саламандра. И таких вот моментов, связанных с эволюцией, размножению амфибий, в этой статье очень много. По сути дела, если бы была возможность, мы бы могли весь выпуск разбирать только эту статью. Статья действительно замечательная. Ну и кто интересуется амфибиями, эволюцией амфибий, обязательно ее прочитайте. Завершая тему саламандр, в прошлом месяце все было настолько насыщенно, мы так увлеклись первыми рыбами, первыми челюстнородами, что забыли сказать, у нас же вышла статья. Наш коллектив поучаствовал в описании позвонка среднеюжеской саламандры, которая была найдена в знаменитом местонахождении пески. Местонахождение пески находится в Подмосковье. И в этом нахождении были обнаружены и древние крокодили-формы, и динозавры, и мамали-формы, и теперь оттуда известны и саламандры. Саламандры оказались мелкие и близкие, похоже, к современным. По крайней мере, позвонок демонстрирует сходные черты строения с таковыми у прогрессивной группы хвостатых амфибий, которая называется саламандроидея. И время нахождения предположительно саламандроида совпадает с расчетами молекулярными. Примерно тогда вот эта вот группа и должна была возникнуть. Так что вроде бы один позвонок, краткое описание, отсутствие нового вида или нового рода. Ну, информация тем не менее важная. Но и потом меня всегда восхищает. Мезозойские саламандры в Подмосковье. Круто! Ноябрь месяц темный. Солнышко все меньше и меньше. В Петербурге мы, можно сказать, полмесяца вообще его не видели. И в такие моменты мы вспоминаем о лете. Лето – это прекрасное время. Это время, когда мы ездим в экспедиции. И я хочу обратить ваше внимание. У нас недавно вышло видео об экспедиции в Шестаково. Ранний мел. Кемеровская область. Песетокозавры. Разные другие позвоночные. Посмотрите, не пожалеете. Декабрь. Нас ждет в декабре. Начинается зима. Понятное дело, что во многих уголках нашей страны зима уже началась. Ну, а у нас в Петербурге она только-только начинается. Выпадает снег. Становится светлее. И мы ждем от декабря каких-нибудь из потрясающих новостей. До встречи в нашем, ну, предновогоднем выпуске. У! Недавно… Сейчас. Выходишь… Сейчас. Археом… Так, стоп. Я не знаю, были они или нет. Следующий раз в очках, в пиджаке. Нет? Мы продолжаем? Я тебе наспользил… Что-то еще есть? Все есть. Все есть? Ух, жаба. Сейчас. И откладка. Личинки. Блин. И откладка. И откладка икринки на сушу, из которой появляется личинка, которая смывается в воду. наземная так ну вот это туалетные утята были пситоказавры разные другие без позвонок